спасибо здравствуйте продолжаем практику и вот на эти слова продолжаем практику я хочу на них обратить внимание и когда мы в общем касается темы как раз нашего ретрита знакомая нам и незнакомая знаемые и незнаемые как мы с этим встречаемся вот когда мы заходим в пространство практики мы заходим уже в кличке в знакомое место и в то же время это всегда что-то новое это предлагаю когда мы настраиваемся когда мы только вот входим действительно в это пространство практики можем взять с собой вот такой взгляд на это как мы чувствуем себя как мы переживаем себя вот в этом знакомого в этой дихотомии знакомое и незнакомое как это разворачивается непосредственно в нашем опыте хорошо и значит настройка буду делать таком более сокращенном виде чем сначала так начнем с этого первичного просто распознавания осознавания что мы начинаем практику мы входим в это пространство практики будто вот открываем дверь куда-то вот в храм может быть или какое-то такое пространство специфическое время пространство когда прозвучит звук гонга мы в него входим почувствовать как это переживается а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте оглядимся в пространстве. Вот наше простое физическое пространство, там, где мы есть. Знакомо оно вам, хорошо знакомо или не очень. Просто оно такое, как есть. И мы можем побыть немножко с ним своим взглядом, с разными его уголками этого пространства. На разном расстоянии видеть объекты в высоте. Замечая их взаимодействие между собой и с нами. Общее такое композиционное взаимодействие. Самое главное замечаем, что происходит с нами. Когда мы вот так входим в контакт с этим пространством, где мы есть. Более подробный контакт, более близкий, более внимательный. Мы можем забрать с собой вопрос. Что это? Чтобы он открывал нас. Открывал наш взгляд, наше внимание, любопытство. В какой-то момент можем позволить глазам закрыться на время. Почувствуйте, что меняется при этом. Каким становится это пространство нашего контакта. С реальностью, когда визуальный канал ушел. Давайте несколько раз повздыхаем. Чувствую, как дыхание движется. И как с каждым выдохом можем что-то отпускать. Лишнее напряжение в теле и в целом. Может быть что-то внутри. Потом опустим внимание в точке опоры, в таз. Почувствуем эту опору и побудем с этим ощущением какое-то время. Тоже как бы вопрошая его, что это, как это переживается. Всем поднимемся вверх до макушки головы, подтягиваясь немножко за ней вверх. Поправим здесь голову, чтобы подбородок слегка утопился, горло. Затем покачаемся всем корпусом вперед-назад, из стороны в сторону, чтобы найти вертикальную ось, прям почувствовать ее телом. Соберем вместе три аспекта. Тяжелый таз, вертикальная внутренняя ось, макушку встрилим наверх. Добавим четвертую зону внимания в живот. Отпуская его немного, позволяем дышать. Соберем все вместе. Таз, чувство внутренней оси, макушка, живот. Опять мгновение за мгновением, дыхание за дыханием. Можем осознавать, чувствовать, как вот осваиваемся больше в этой форме, практике. Сейчас вот в телесном ее аспекте. Сваиваясь в теле, в этой позе. Узнавая эту форму уже как известная нам, в то же время, может быть, прямо сейчас новая. И потом, предлагаю, если это удобно, положить одну руку на грудь, другую на живот. Вот, просто почувствуем этот контакт. И через этот жест, как бы обращаясь куда-то в глубину себя. И можем посвятить сегодняшнюю практику чему-то значимому, важному, тем ценностям, которые мы здесь воплощаем в этом пространстве. Которым позволяем воплотиться через нас, пройти через нас, через тело, сознание. Если слова Будда, Дхарма и Санка имеют значение в этом смысле, мы можем посвятить практику им и всему, что важно, всему, что сейчас придет вам. Опять можем почувствовать, как действует на нас вот это обращение к аспектам ценностным при внесении их в практику, памятования о них. Хорошо, затем можем положить руки удобно. Если вот это положение под животом в виде чаши сложенной удобно, то лучше это сделать так. Если нет, другое положение найдите. Снова соберем себя в этой позе. Стойчивый таз, вертикальная ось внутри, макушка устреляна вверх, руки сложены под животом, живот сам дышит. Это основа формы нашей практики. Можем в ней собираться, располагаться. Давайте пройдем по отдельным участкам. Замечаю, что у них меняется, когда мы их чувствуем просто, когда мы касаемся их вниманием. Глаза, мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. нижнюю челюсть, вес нижней челюсти. язык во рту. И все лицо, кожа, мышцы, затем затылок, шеи, плечи. Плечи могут потечь вниз, завесом рук. Макушка тянется вверх, плечи можем чувствовать как такие вот с каждым выдохом плечевые суставы. Могут чувствоваться как стекающие вниз. И пройдем по рукам от плечевых суставов до ладоней, обратив внимание также на их вес, вот как они опираются сейчас, руки. В то же время, если они сложно вот так чашей как чувствуется сама эта чаша. Возьмем спина, дыхание в спине. И вся грудная клетка во всем ее объеме. Она дышит. Можем чувствовать объем дыхания. И затем солнечные сплетения живут. Промежность ягодицы. Еще раз вес тела в области таза. Чувство опора. Каждым выдохом можем как будто больше отпускать вес тела на эту опору. и ноги от изобедренных суставов к стопам. Затем снова все телом в этой форме, в этой позе нашего сидения. Давайте пройдем по зонам внимания теперь. Чуть больше его расширяю. Расширяю эти зоны, добавляю одну к другой. Сначала соберем себя где-то в глубине живота. Как будто там какой-то центр нашего внимания. Внимание. Оставляя часть внимания там, в животе. Расширим его до всей позы. Снова чувствую всю форму, в которой мы сидим. Затем сохраняя внимание в животе, позе как в целом, дыхании, движущемся через тело. Вспомним о слушании, что оно тоже происходит прямо сейчас. Включим в поле внимания слушания пространства. Затем зрение. Если это удобно вам, то предлагаю приоткрыть немножко. Чуть-чуть буквально приоткрыть веки, просто позволив вам так расслабленно приоткрыться. Так, чтобы мы могли смотреть под 45 градусов примерно. Так, вниз чуть-чуть. Расфокусировано. Просто видите все поле в этом зрительном поле. Все это поле видите. Если замечаете, что внимание как бы схватывается с кем-то объектом визуальным, просто замечая, отпускаете это. Расширяя взгляд. От нас есть все эти аспекты одновременно. Видение, слышание, чувствование всего тела как целого, чувствование дыхания текущего в теле, какая собранность, достаточно собранность в животе. можем замечать, как сейчас мы себя переживаем в этом, в этих аспектах новизны и знаемого уже знакомого. оставшееся время так посидим. Время от времени еще, кроме вот такой просто укорененности в этом присутствии в каналах восприятия, вижу, слышу, чувствую, время от времени можем какой-то из глубины живота задавать себе вопрос или задавать его всему существованию, точнее, не себе. Что это? Просто слушать всем собой, всей собой. Давайте так посидим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 практике и это время пространства пространственно-временной контину завершается подходит к завершению сейчас можем почувствовать как мы подходим к этому завершению и джот в этой дихотомии в этих этих полярностях есть знаем и в этом пространстве и времени есть незнаемое сейчас это движется к завершению мы как будто бы степенно движемся сами к выходу из этого пространства то если представить что это храм нашей практике это мы потихонечку начинаем двигаться из него или собираемся выйти как это само это чувство происходит там и что-то завершаем приготовимся к завершению я предлагаю сейчас позволить глазом закрыться если они открыты еще раз положить одну руку на другую на живот как будто бы этим жестом собирая плоды практики собирая что-то в себе к себе можем спросить себя что мы хотели бы взять отсюда из этого пространства перенести это или переносить другие пространства нашей жизни нас их может быть много разных разного качества что важного здесь происходит хорошего нужного для нас могли бы отсюда забирать и переносить туда как это делать может быть через возвращение внимания к чему-то через какие-то прям специальные инструменты челесные работа с вниманием может быть сам вопрос что это или еще что-то и саму это задачу переносить ценные аспекты из практики формальной повседневную жизнь мы тоже можем взять отсюда туда и давайте сейчас себя погладим как будто бы разглаживаю по всему телу что-то не забудьте погладить себя по животу по часовой стрелке чуть дольше задержаться на животе потом какие-то еще участки которые позовут руки захочется задержаться там потянемся подвигаемся вот пробуждая тело через эти движения растягивания прям в глаза в этот момент поглядимся в пространстве еще раз когда мы его осматриваем осматриваемся вокруг как это переживается сейчас хорошо 10 минут давайте посвятим какому-то творческому отклику вот он вот он Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok как феноменологически. То есть я вижу, слышу, переживаю. Вот это знаемое. То есть я сижу в комнате, я вижу в окно, я могу похлопать по стене, по столу, и чувствую задницу и подушку, я чувствую дыхание, я слышу свой же собственный голос, который что-то сейчас говорит эти слова. Вот это вот знаемый опыт, как в феноменах он разворачивается, становится немедленно знаемым, но он, конечно же, взаимодействует с тем вот складом, с этим складом знаемого, он постоянно взаимодействует с ним. Когда я смотрю на небо, я познаю небо как уже знаемое мне. Когда я трогаю стену, я познаю стену как уже знаемое мной из памяти. И то есть вот здесь вот как раз эту корреляцию мы можем замечать, вот это знаемое и знакомое. Знакомое, как происходит? Я сначала знакомлюсь с чем-то, с чем-то незнакомым, я знакомлюсь, ознакомляюсь, и оно делается постепенно знаемым и знакомым для меня. И вот то, что я уже говорил не раз и к этой теме постоянно обращаюсь, потому что, мне кажется, это одна из ключевых тем нашей жизни, что вот это, ну как, знаемое и незнаемое, или знакомое и незнакомое, они несут в себя для нас, для нашей жизни разные качества, как бы одновременно. Вот вообще, если говорить о любой духовной практике, любого стиля, любого духовного течения, как мне кажется, вот с моей точки зрения, они все стараются направить нас к противоречивости жизни, ну то есть, что жизнь включает в себя противоречия, что мы, может быть, очень хотели бы выбрать что-то одно, но жизнь всегда включает в себя две стороны. Ну, как вот там у этой пресловутой монеты. Есть две стороны, не может быть односторонней монеты, монеты две стороны. Там телефон, вот он тоже вроде плоский, у него тоже две стороны. Тут я не вижу никого. Мне надо сейчас как-то поправить немножко здесь, чтобы я хоть кого-нибудь видел. вот так лучше, да, вижу. Вот. В экране у меня с пустым экраном, вот как раз с незнаемым, с незнаемым говорить сложно. Хорошо, когда есть лица какие-нибудь где-то, можно обращаться. Так вот, вот телефон, да, вот он плоский тоже, ну, достаточно плоский. У него тоже две стороны, он не может быть односторонним телефоном. И вот получается, что жизнь, она так такова. Она всегда несет в себе для нас разные качества. Эти качества очень часто противоположны. и так уж, опять же, сознание работает, что оно хочет, очень хочет выбрать что-то одно полезное для нас, от ринов не полезное, а выбрать там безопасное, скажем, от ринов опасное, выбрать интересное, от ринов скучное. Но вот, например, в этой части, когда мы говорим знаемое, знаемое несет в себе два качества, как минимум, мне кажется, вот основные вот эти, в этой дихотомии. Знаемое, оно переживается нами как более безопасное, ну, потому что оно знаемое, я уже как бы знаю, как с этим иметь дело. Даже если оно опасно по сути своей, ну, вот обстрелы в Украине сейчас, да, например. И вот если мы вспомним всю войну, как она развивалась, да, оно уже скоро, вот полтора года война идет. Ну, я помню, что вот каким был, как у всех у нас, в общем-то, где бы мы ни находились, ну, понятно, что особенно те, кто в Украине, ну, был первичный шок, да, вот этот происходящий, вот этот шок, когда просто это происходит. То есть это переживается как опасное, прям в прямую. И мы не знаем, как с этим быть. Ну, или даже если еще раньше, вот у нас была эпидемия, тоже эпидемия началась, и начались вот эти локдауны, локдауны, все закрывать, все закрывать, все закрывать. И мы тоже, мы не знаем, как с этим быть. Наша жизнь, наше течение, наша жизнь нарушилась. Естественное течение, знаемое, знакомое, оно нарушилось. И мы такие вот очень становимся растерянные, потому что мы не знаем, как с этим. Это незнаемое. Ну, живем, продолжаем жить, и сегодня, и завтра, и далее, и продолжается, продолжается. И мы как-то привыкаем к этому. То есть мы адаптируемся. Вот процесс адаптации происходит. То есть мы научаемся, как нам с этим быть. То есть мы делаем это знаемым, по-кличке. Знаемым в наших отношениях. Все это не становится для нас хорошим чем-то, да. Но при этом мы из своей вот этой способности к адаптации, мы как-то говорим, окей, я теперь более-менее научился, как с этим мне быть. Чтобы это не сносило меня, чтобы это не вызывало во мне этот шок, не вызывало во мне гиперреакцию какую-то, чтобы я не терялся в этом, не был растерян в этом, да. Не был растерян. И, соответственно, знаемое, оно становится... Это то, где мы обретаем устойчивость. Опять же, физически мы очень... Мы же физически очень, ну, как сказать, обусловлены нашей физической жизнью. Вот вы наступаете куда-то на такой, знаете, вот почва, которая вот у нас, как у нас называется, почва, зыбкая почва, зыбкая, да, вот. И вы чувствуете, что вы отдаете вес и начинаете как-то проваливаться. Ну, что бы это ни было, там, в песок какой-то, в болото. Ну, там вот что-то, нечто зыбкое такое. И вот мы теряем равновесие. Мы теряем чувство опоры. Мы не знаем, вот, как с этим, да, как мне с этим быть. Но вот когда в какой-то момент нога обретает опору, то тут же прям появляется это чувство уверенности. Вот, соответственно, мы здесь можем говорить в терминах вот это уверенности или неуверенности. То есть на знаемое мы опираемся, потому что мы уверены в нем. Мы уверены в его поведении, какое оно для нас. Вот в поведении, опять же, здесь важно, что это всегда для нас, что всегда в отношениях разворачивается. Я наступаю ногой куда-то на зыбкую и обретаю там какую-то, вот в какой-то момент, ага, вот здесь среди этого зыбкого есть что-то устойчивое. Так, вот нашел ногой, могу отдать вес сюда. Соответственно, вот эта дихотомия, знаемая, незнаемая, знакомая, незнакомая, несет вот это качество устойчивости, стабильности, уверенности или, наоборот, неуверенности, неустойчивости. И когда неуверенность и неустойчивость, то есть еще и опасность определенная. То есть я могу упасть, если я не уверен в неустойчивых. Ну, а с другой стороны, у нас есть вот в этом знаемом, что скука, потому что все известно, все знаемое. Жизнь становится какой-то блеклой, скучной за счет того, что она знакома, все знакомо, все знакомо, все знакомо. И вот если мы даже себя в разных возрастах вспоминаем, ну, или вообще посмотрим на людей, на каких-то вот, в целом на людей, и себя, и других, что-то ребенок, он свеженький. Это у него столько любопытства, его вопросы к жизни неостановимы. Он спрашивает взрослых, все время вопрошает, что это, как это, зачем это, а это вот почему так, а это, а это, а это, а это вот почему-чки, да, мы их называем детей, почему-чка. Я спрашиваю, почему это, почему так, почему так. Ну, потому что вот это знаемого для него еще очень мало. Он еще мало, то есть у него нет вот этого вот накопленного багажа, у него нет в памяти и в опознанном, в знаемом вот этого большого-большого склада всего на свете. Да, вот и это я знаю, это я знаю, это я на эту полочку положил, это я на эту полочку положил. Вот у него этого еще нет. Он пришел такой-такой, вау, куда я попал, что здесь такое, что это за мир вообще, кто я такой здесь. Это он все время спрашивает через слова и любопытствует. Потом вот если вспомнить, я не знаю, вы наверняка помните свое детство, там, может быть, за детьми наблюдаете, как они ведут себя. Они вот что-то все время ковыряют, смотрят там, что-то развеют. Вглядываются, всматриваются в мир, потому что он для них новый, и сами они новые здесь. И вот мы постепенно живем, 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 живем. И вот все больше и больше мы знаем, и знаем, и это я знаю, и это. И вот там экклезиаст потом выходит на сцену и говорит, ну, все, ничто на свете не было. Все повторяется, все уже известно. И вот вчера был восход солнца, и сегодня восход солнца, и вообще всегда восход солнца. И такая скука прямо, и вот это мучительно может быть. И уже человек там, когда же я, господи, уже когда я помру уже там, сколько можно уже на это смотреть, на все. То есть вот это, я думаю, что мы просто можем это замечать в себе. Отношения какие-то, да, вот вступать в отношения, вот они свежие какие-то, они новые, новый человек, новое, интересно как-то узнавать себя в этих отношениях, его в этих отношениях. А потом живешь с ним 20 лет, и уже, ну, вот опять, ну, опять ты тут, значит, ну, подвинься там на кровати. Ну, в общем, это мы знаем, я думаю, что из собственного опыта. То есть вот, пожалуйста, у нас есть знаемое, которое несет в себя опасность определенную и неустойчивость, то есть, наоборот, незнаемое, несет в себя опасность, неустойчивость, но интерес и такую вот эту вот яркость, пробужденность восприятия одновременно, то есть какое-то приключение в жизни. И, наоборот, знаемое, которое вот приносит больше безопасности, больше устойчивости, но скуку, блеклость, пыль, затхлость. Вот, и, собственно, это, с этим противоречием мы постоянно имеем дело, и, как я считаю, духовная практика, в частности, вот конкретно этот метод, он обращается к этой теме прям напрямую. Говорит, как ты можешь двигаться сквозь жизнь, чтобы у тебя, имея дело с тем и с другим, осознавая, познавая одновременность того, что каждый момент времени – это незнаемое. Каждый момент времени – это незнаемое. Потому что ничто не повторяется здесь. И в то же время замечаете паттерны, замечая свою способность распознавания паттернов. Вот есть такой термин – распознавание паттернов. То есть паттерн – это то, что повторяемо, повторяется. Вот там, скажем, восход солнца повторяется каждый день, и мы это распознаем. Да, вот, окей, новый день – это то же самое, что было вчера, позавчера, ля-ля-ля-ля. Но это одновременно с этим. Это новый день. Никогда такого дня не было у нас с вами. Никогда вот этого не было. Я смотрю на окно, там небо. Каждый день я на него смотрю из этой точки. Вот я смотрю, я сижу здесь уже год целый. Каждое утро выхожу, вот смотрю, ну разве же это небо? Оно же всегда уникально, оно всегда разное. Вот эта одновременность, что это повторяется, это неповторимо. Мне кажется, вот эта наша практика, она просто направляет нас в эту тему. Ну, имей с этим дело. И что значит иметь дело с этим? Ну вот здесь для меня лично такой практический вопрос. Вот если незнаемое, которое я переживаю, как в той или иной степени опасное, где я неустойчив, могу ли я обретать устойчивость в незнаемом? Могу ли я обретать устойчивость в этом неизвестном? На что я могу опереться? Как я имею дело с незнаемым мной? Я очень сразу же стремлюсь сделать это знаемым, но каким образом? Вот проблема, с которой, мне кажется, одна из частей этой проблемы имеет дело, вот этот метод, прям кон, этого попрошения, это что это? Что он показывает нам, как мы стараемся сделать незнаемое знаемым, надев на него, надев именно, какой-то шаблон из прошлого. То есть, когда мы, потому что вот это незнаемое, оно переживается настолько каким-то опасным, неустойчивым, то что нужно как можно скорее надеть на него сверху шаблон уже известного мной, описать его как-то. Это вот такое-такое. И тогда оно становится, оно станет для меня более, значит, знакомым. Я скажу, а, ну так это ж вот что, это ж я уже знал, это ж я уже выучил, это вот оно как работает. То есть, мне надо это объяснить. Объясняем мы вот этой историей. А история происходит откуда? Из прошлого. Откуда она еще может прийти? Из памяти. Вот это я объясняю. Я описываю. Тут проблема, потому что имею ли я дело вот с это действительно, с реальностью? Или я имею дело с описанием? Слово-концепция. Это вот именно то, что происходит? Или это слово-концепция, образ из прошлого, которого не существует сейчас? Ну, я склонюсь, все-таки склонюсь к тому, что этого не существует. Точнее, оно вот надето мною, моим, как бы, моей памятью на то, что я вижу прямо сейчас. Надето сверху. И в этом смысле оно заслоняет вот эту свежесть переживания. И вот мне кажется, ну, во всяком случае, для меня так, это не то, что мне кажется. Вот в моем опыте, это как раз так. Вот этот вопрос, что это, одна из его, может быть, задач. Может быть, не все, но одна. Тут это как раз обращает мое внимание на этот аспект, что вот я на что-то смотрю, вот я смотрю, у меня там стена, стена, цвет желтый. Вот тут сразу, сколько тут слов. Стена. Я уже знаю, что такое стена. Почему я говорю, что это стена? Вот я смотрю на нечто в моем, в поле зрения, и знаю, что это стена. Я это опознаю откуда, из памяти. Вот я этот, прямо вот раз, слово стена, ну, вот это название, концепция, стена. И это обобщение. Вот помните, я показывал, это чашки, вот чашки, чашки, чашки. Вот у меня, ну, сейчас меньше чашек, чем в прошлый раз осталось. Ну, вот две чашки, вот и то, и другое чашки. Я опознаю их, как чашки. Но это ведь очень разные, разные, совершенно не похожи друг на друга. Но в то же время обобщение, категория чашки для удобства. И вот точно так же, стена, вот она такая. А здесь другая стена, но тоже стена. Там третья стена, но тоже стена. Они очень разные, все эти стены, которые я вижу, но это все стена. Желтый, желтый, вот опознаю желтый. Что желтое я видел? Да я миллион всего желтого. У меня вот тут мой желтый цвет, вот с моей девушкой любим. Вот у меня тут столько всего желтого. Там стена желтая, тут у меня простыня, я кровать не заправил до сих пор, простыня желтая. Вот у меня лимон в чашке желтый. Много чего желтого. И все желтое, да, все желтое. А оно разных оттенков. А ведь стена желтая и лимон желтый, это разное что-то. Но концептуально как бы одно, я надел на это. И вот, и мы все время, и вопрос такой, не в том, чтобы мне отказаться от того, чтобы знать, что такое желтое, знать, что такое стена. Я, во-первых, не могу этого сделать, а во-вторых, это будет точно не полезно. Вот я рассказывал, помните, эту историю про эту Стил Элис, я ее регулярно поминаю. Все еще Элис, роман и фильм потом сняли. как женщина теряла память. И вот она сидит и постепенно в течение всего, всей книги или всего фильма женщина теряет память и мы можем видеть это, как бы сопровождать ее в этом процессе горестном, сопереживать ей. И вот в конце она такая сидит и она счастлива в общем-то изнутри, внутри себя, потому что у нее нет никакой памяти, она ничего, она просто переживает жизнь вот так, как она есть, она не помнит, кто есть кто, она не может вернуться домой сама и при этом она чувствует, солнышко греет, вот тут люди ходят, вот как-то ей хорошо в этом во всем. Но домой она вернуться не может. Женщина, которая с ней разговаривает, она не узнает, что это ее дочь. То есть какие-то базовые человеческие вообще принципы жизни она потеряла. А мы это ценим и, конечно же, поэтому то, что есть в моей памяти, я, например, никогда не от этого не хотел бы отказываться. Я считаю, что это большое горе, когда человек теряет память. Ну и для выживания это совершенно, это катастрофа. Ну вот Элис не может выжить одна, если ее не будут сопровождать, если ее не будут кормить, не будут выводить на прогулку и возвращать домой. Потому что сама она не вернется. Сама она себе еды не найдет. То есть вот она дихотомия, вот они, эти противоположности здесь собираются. Память, с одной стороны, заслоняющая непосредственный контакт с реальностью, с другой стороны, необходимая мне для жизни, для выживания и для моей общей человечности в целом. Но на что направлена именно эта практика? Вот на то, чтобы мы это замечали, что это есть, это есть в тебе, она говорит в этой практике, попробуй это в себя все вместить. Попробуй, не отказываясь от памяти, не отказываясь от названий, видеть их как названия и как память. Видя сквозь них реальность, которая не названа, не имеет названия. Уникальна и свежа вот прямо сейчас. Можешь ли ты так? Вот, собственно, вопрос такой внутренний. Можешь ли ты так? Вот. Это большой вопрос, что он как раз связан с этой практикой. Он не интеллектуальный и точный. Это я сейчас как бы рассуждаю об этом интеллектуально, но чтобы просто, опять же, нам как-то добавить это, зачем мы это делаем, какую-то мотивационную картину тоже, что мы делаем, зачем этот вопрос. Потому что сам по себе без контекста он дурацкий. Ну, как бы, зачем он нужен? И поэтому многие люди как раз и не понимают этой практики совершенно. Что это вообще такое? Спрашивать объекты или вообще что угодно, что это? Это понятно, что это? Ну, вот он вот в этом контексте существует, который я описал, как мне кажется. Для меня, во всяком случае. Это так. Может быть, у вас какие-то другие еще контексты открываются. Ну, вот. И сейчас я продолжаю эту тему. Я хочу вспомнить, вот, вспомнить несколько дней назад. Я говорю, что вот я сидел с подругой там на веранде в кафе. У нее была на руках собачка. И эта собачка время от времени лаяла на других собах, проходящих мимо. Потому что мы сидели на улице. И вот люди гуляют там, прогуливаются с собаками. И вот они начинают эти собаки друг на друга реагировать. Они вот, когда нет собак, они сидят спокойно. Там сидят спокойно. И эти идут спокойно. Вот как только они друг друга увидели, все, они, значит, начинают друг на друга гавкать. И вот почему это? Ну, явно они опознают друг друга. Как выделяя из общего поля. Вот я снова покажу мою любимую картинку. Вот это так устроено наше внимание. Наше, я имею в виду вообще, вот живых существ. Из общего поля видимого, слышимого, чувствуемого, переживаемого опыта мы выделяем объект и фиксируемся на нем. Вот этот объект становится значимым. Он появился. Здесь, вот здесь, на этой картинке, какая значимость этого объекта? Он просто сильно отличается от всего остального. Вот есть поле однородное, белое, и вдруг тут появляется черная точка. Ну, вот, ну, сколько? Давайте вот так выделим много точек. То есть, мы выделяем все равно точки, потому что есть поле, есть объект или несколько объектов. так заточено, ну, как бы создано это внимание, запрограммировано. Вот такой этот известный тест тоже, да? Вот здесь что поле, а что объект? А зависит от взгляда, зависит от, что мы сами как-то делаем, или оно само как-то делается. Вот, может быть, объектом профиля, один профиль, оба белая, то есть, а может быть объектом вот этой вазы. Тогда другое, оно моментально уходит в фон. Вот так устроено внимание. И вот, когда собака из общего поля, как бы, видимого ей, вот там что-то происходит, она вдруг реагирует именно на другую собаку. Она вытаскивает из этого общего поля нейтрального для нее достаточно. Потому что, если она не лает, значит, все происходящее, ну, как бы, ее устраивает, оно более-менее нейтральное. Как только появляется другая собака, вот этот объект перестает быть нейтральным для нее. Он становится явным таким вот, он каким становится? Он становится опасным, да, как раз, ну, для нее, потому что территория существует, ее территория, вот это кафе, в котором сидит собака, это уже ее территория. Она пришла туда, она сидит там. Тут появляется конкурент, класс, и она на него реагирует сразу же. То есть, вот здесь о чем я говорю? Что, вот, окей, у нас есть заряженность внимания, такая вот, давайте я сейчас опять, значит, вот, где-то точка, вот есть такая вот запрограммированность внимания выделять объект из общего поля. Вот, окей, хорошо, ну, вот, сейчас я покажу другой объект, вот такой объект, то есть, что мы здесь видим, вот этот объект, то есть, если точка, она была нейтральная все-таки для нас, да, более-менее, ну, как, она просто не нейтральная, как раз в том смысле, что она отличается от остального, вот, белое поле и на нем точка, она, в этом смысле, она, конечно, не нейтральная, внимания сразу не обращается. Вот здесь у нас тарелка с этой ягодой, как бы, оно еще заряжено для нас комплексом таким чувством переживания, ну, нам хочется, обычно, я думаю, что большинству из вас, если у вас, единственное, может быть, если у вас аллергия на клубнику, тогда у вас может быть реакция какая-то не очень, но в целом, вот эта привлекательность, мы запрограммированы, это привлекательность вот этого, да, а вот теперь другая картинка, вау, есть, значит, такое что-то, может быть, я не знаю, нравится вам это или нет, то есть, ну, вот, у многих, у многих это такое пугающее, что-то такое вызывает отвращение, испуг некоторые, да, многоножка, какие-то вот эти все ее члены, да, вот там членистоногие, они вот эти, членистые такие вот существа, но это, это же явно отличается от этого, да, в смысле, по реакции, вот просто понаблюдать, вот такая картинка, такая картинка, вот еще можем такое вот, тоже так себе, мне кажется, вот такая, тут и цвет, и вот эти члены, и вот это все, сам этот образ, и вот собственно, вот если попереводить взгляд с одной на другой, ну как бы разные, да, то есть, про что это, почему я об этом говорю, что, когда мы выделяем объект, они не, ну как бы, какие-то из них нейтральные могут быть, но вот собственно, здесь у нас есть три, три реакции, на которые обращает внимание тоже буддийская практика еще с самого начала своего, значит, нейтральная, вот например, точка, мы смотрим, да, мы выделили ее просто в силу того, что она, в силу того, что она отличается от общего поля, но есть еще, то есть ли клубника, то это привлекательно, а если какие-то вот эти насекомые неприятные, они неприятные, значит, они отталкивающие, вот собственно, на что указывает буддизм, как на одну из наших базовых запрограммированностей, что не просто объекты мы встречаем, а мы моментально определяем их полезность и вредность для себя, и это не только мы, вот я не зря про собак говорю, что собаки определяют эту полезность и вредность того, что с ними происходит, ежемгновенно, как и мы, как и любые другие существа. Если другая собака приходит, это значит вредно для нее, она будет лаять на нее, а там, если что-нибудь вкусное ей принесут, но это будет полезно, и она туда потянется, она тоже это выделит. Вот, ну в общем, это вот такая, это просто как внимание работает, да, но дальше, если мы перейдем, вот еще дальше, сейчас я покажу еще тут картинку одну, вот, вот такой герой, я не знаю, вы его знаете или нет, он просто для нашей культуры не очень знакомый, это герой американского мультфильма Чарли Браун, он там, не знаю, каких-то 70-х, 80-х, может быть, был, то есть мы, наверное, не очень знаем его в нашей культуре, вот советской, постсоветской, а у них, ну такой вот, один из культовых героев там был, и вот проводили ученые эксперимент с голубями, там, это тоже каких-то, вот, не знаю, каких годах, 70-х, 70-х, 90-х, может, в общем, они взяли эту картинку Чарли Брауна, ну, и помещали куда-то эту картинку, насыпали туда еду для этих голубей, ну, что там голуби едят, какие-то семена, наверное, и потом они, ну, как бы, и голуби, естественно, приучились опознавать, что где они, у них же очень хорошее зрение у птиц, у голубей, вообще у птиц очень хорошее зрение, в отличие от нас, лучше, говорят, чем у нас, вот они, они видят этого Чарли Брауна, эту картинку, и летят туда, сразу же слетаются, вот, значит, там будет еда, ну, и понятно, что вот он, рефлекс у них выработался, собственно, это дрессировка, известный принцип, да, поощрение, привлечение чем-то, и вот это, то, что называется еще якорение, да, вот этот Чарли Браун стал якорем для них, таким, они прицепили вот этого Чарли Брауна к еде, но дальше, что интересно происходит, дальше они, эти ученые, начали с этой картинкой производить всякие манипуляции, они ее, значит, поворачивали кверх ногами, они ее там как-то, ну, разворачивали по-всякому, они отрезали часть, то есть показывали только часть, фрагменты головы, там, или какой-то другой части, но голуби неизменно узнавали Чарли Брауна, даже фрагментарно, даже вот в перевернутом виде, они опознавали, что это Чарли Браун, а значит еда, и вот это уже интересно, это как так получается, это почему, ну, мы можем сказать, что Чарли Браун для голубей, это, собственно, уже концепция, да, то есть, концепция ведь это некая абстракция, то есть, если мы говорим, что, так, где это, сейчас, извините, опять покажу, если мы говорим, что вот это, это некая конкретность для нас, ну, сейчас понятно, что это конкретность на картинке, и вот уже тоже, вот, кстати, это тоже интересно, сама картинка, ну, вот сейчас, то, что вы видите на экране, там, компьютера или телефона, ну, это не клубника, это картинка клубники, это изображение клубники, то есть, это ее, как бы, это концепция про клубнику, фактически, такая визуальная концепция, да, или вот это тоже самое, да, вот это, это не черви, а это, как бы, концепция червя, червяков, то есть, это, как бы, картинка про них, но представим что представим что это реальная клубника реальная тарелка перед вами стоит тут стояла бы если бы сейчас но это было вот реальность вот она вы это познаете вы это берете вы едите если червяки вы значит от них как-то уходите старайтесь как-то но дальше если мы так дальше если мы и у меня чарли браун терялся опять вспомним это чарли брауна это что такое да это же не реальный человек то есть он герой мультфильма во первых он не существует природе да если куда там фотографии клубники она изображает реальную клубнику то это изображает какой-то вымышленного героя абстрактного то сегодня существует ну и само вот его нарисовали карандашом то есть это абстракция мы это понимаем а дальше то и из а значит голуби уже понимают эту абстракцию да для них вот этот чарли браун уже становится он как бы они понимают абстракцию как концепцию но дальше эту абстракцию мы можем же вот что они делают фрагментировать ее да они по-разному его там отделять одно от другого но сама концепция чарли брауна у них остается голубей в их памяти этот интересный факт там то есть если у голубей это есть только насколько это развито у нас это получается что с голубями что как так получилось что чарли браун для них вот эта концепция означает еду означает ресурс как так получилось они запомнили они знают в их памяти но связаны ли между собой в сути своей сути каким-нибудь зерна семена семена и вот этот мальчик вымышленный мальчик но никак они не связаны это ученые навязали эту связь бедным голубям не знаю что стало с теми голубям когда они вышли из эксперимента может они перестали есть совсем сказать что не буду я теперь есть без чарли брауна пока не вижу чарли брауна никогда не будут ничего есть вот и это вопрос интересный для нас а у нас много такого вот что-то сцепленного одно с другим когда я говорю что вот без этого я уж теперь точно не буду вот вот назло вам всем на оружие есть не буду потому что вот там нет этого чарли брауна или наоборот чего-то да то есть вот я буду это делать потому что там то есть это как вот как концепция связана с реальностью давайте я просто хочу чтобы не ну как-то маленьким кусочками мы продолжили это есть все сильно не затягивать наши тоже эти вот разговоры скорее бы вот хотел бы чтобы нас было время и на мою там такое введение какую-то лекцию лекционную часть и на ваши отклики мы завтра как продолжим с того же места а пока вот вот эти вопросы там которые я сейчас задаю и нам всем себе в том числе как они вас откликаются откликаются ли как-то и как вот это с практикой может быть соединяется с этим вопрошением соединяется ли какой вообще какая динамика практике у вас происходит если у вас сейчас какие-то отклики на ларис скажите да здравствуйте доброе утро всем но у меня сегодня вообще все было неожиданно во время этой медитации меня хорошо слышно да алё да да хорошо нормально да я сегодня впервые за все время участия в ваших программах медитировала на улице я сейчас не в киеве в другом городе и решила помедитировать на место стадиона вот он расположен на острове в парке вот ну естественно как бы пространство не такое защищенное как дома вот тем не менее знаю тут все уголки такие более-менее но села так в общем то должно быть спокойно должно было быть вот но тут у нас сейчас новая ситуация с нашими обстрелами у нас сейчас каждый час звучит звучит вот эта воздушная тревога и вот получается что как бы я мало того что в новом месте еще вот эти вот воздушные тревоги ну вот она звучит вот так и как это неприятный звук конечно тут со всех сторон он это орет вот и как бы я выбрала место села удивительно как я очень сразу быстро успокоилась вот начала медитировать и тут опять воздушная тревога и ну поскольку как бы место новое я глаза не закрывала ну как бы я умею медитировать с открытыми глазами и тут интересно был такой момент что я как бы и внутри и снаружи то есть у меня был покой очень такое чувствовалось успокоение хорошее и и тем не менее глаза открыты и вот это состояние как бы ты и внутри ощущаешь что у тебя происходит и ты видишь как бы ну более-менее как бы то что снаружи происходит ну как бы видимость правда как бы картинка не меняется там деревья впереди были вот и как тут опять значит в очередной раз прозвучала воздушная тревога и спрашивали там чему вы посвящаете как бы ну вашу медитацию но как бы я знаю чему я посвящаю то есть тут я почувствовала вот это вот знаете вот дух очень сильную но неприятно это и вот интересно что как это дух хочу ощутилась теле это как бы вот ну вначале как бы я начала медитировать пространство как бы вот такое расширение идет такое ты ну как классно себе чувствуешь потом значит вот началась воздушная тревога чувствует такая ну как бы это не страдание но это вот неприятно это все как бы как бы это поскорее закончилось и вот значит в этот момент вот я вспомнила вы говорили о ну то есть я следила эту духу и я поняла что я не хочу в этом находиться и вот во время медитации средствами медитации начала отслеживать как у меня тело само я даже не включала как она у меня само начало вот как бы вот пространство начало сжиматься а потом значит я наблюдаю спокойно укорененность вот это вот вертикаль и вот тут у меня я обнаружила как вот фокус внимания перешел на дыхание вот и вот дыхание именно через дыхание смотрю как то вот вот это пространство но опять расширяется 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 вот это вот духа она как бы и ушла куда-то вот так что вот это вот впервые наблюдать то есть вы говорили сегодня об адаптации к вот таким вот условиям войны да действительно это происходит и со временем особенно это опять же адаптация какая она может быть отрицательная да она может быть ну когда человек постепенно накапливается у него вот это депрессия усталость то что как бы я наблюдаю очень во многих своих соотечественников и она может быть эта адаптация со знаком плюс но когда ты вот занимаешься вот такими вот подобными практиками шикантаза а вот в данном для меня это а в данном случае это еще вот в задавании вопросов потому что когда я начала вот спросила что это духа и как вот что что с этим делать тело само начало включать дыхание фокус переместился на дыхание я заметила как у меня удлиняется выход это вот как бы я вышла из состояния совершенно ну каком-то нормальном состоянии то есть как бы осадка вот этого никакого не осталось вот и как раз вот закончилась медитации закончился и закончилась и вот это вот еще интересный момент вот вы сказали что творческий отклик поскольку у меня под рукой не было ни бумаги ни карандаша ничего как бы не ручки ничего я понял подумала какой у меня в этой ситуации может быть творческий отклик а вот как то вот я начала интересоваться больше вот дзенской культурой там вспоминать и что-то новое узнавать недавно я узнала что вот существуют вот какие-то комнатные вот эти сады камней вот ну подумала что мне как бы надо и дома садик завести но пока вот что у меня получилось в этот раз у меня из подручных средств были опавшие листья я не хотела рвать никаких листочков не лепесточков хотя красиво идут есть травинки с опавших вот листочков с каких-то палочек я соорудила какую-то но это не мандала что-то ну какой-то такая вот композиция интересно с палочек опавших это было и потом значит еще мне захотелось прочертить там вот в этих садах вот этих домашних там еще оказывается есть такие маленькие грабельки вот грабель не оказалось в общем я нашла какие-то палочки прочертила вот эти вот какие-то такие волнистые штуки вот интересно когда я закончила композицию я не заметила что рядом урна стояла вот уже когда я уже потом откинула полностью композицию вот эту смотрю насколько вот симметрично то есть я наверное ее раньше заметила но как бы в такой в явном я как бы только когда кинула полностью взглядом вот у меня достаточно такая вырисовалась какая-то вот очень гармоничная с это такая ситу какая-то картинка с этими энса даже что-то похоже на энс это тоже было очень интересно как вот творчество помимо какого-то ну минуя ментал скажем так то есть работает тело она рисует она собирает она там включает вот так что вот очень интересный такой такая перекличка с вот этим незнаемым да то что сегодня полностью незнаемая у меня была ситуация медитации то что я заметила что какой покой у меня был при этом то есть мгновенно буквально наступил и как вот я работала с духой уже задав вопрос что это духа как вот тело как-то вышло само вот на какой-то такой зависла да я слушаю просто под конец зависла картинка на смысле связь прервалась хорошо я пока лариса не выходит комментировать но конечно хорошо чтобы она появилась да да извини да 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 открываются ладно продолжим я просто хочу обратить внимание на несколько моментов как раз которые Лариса сказала мне кажется нет важно но вот когда происходит нечто который тут что-то что я распознаю мы распознаем как вредное для себя опасное для себя в той или иной степени понятно что воздушная тревога это может максимальная опасность ну то есть смерть несет в себя есть более там какие-то вот я сейчас просто вспоминаю красить со звуком как раз вот воздушная тревога звук такой вот он сам по себе неприятен как раз силу того чтобы он его он призван хочет к тому чтобы мы обратили внимание то что собака лает у нее не приятный этот вот звук ело чтобы мы обратили внимание ребенок плачет неприятно для нас он цепляет для вас но понятно что это совершенно разные у нас реакции на ребенка на собаку и воздушная тревога. Вот я сейчас вспоминал, например, когда я жил в городе Пирани, там очень часто были ремонты, потому что это такой вот курортный город, очень маленький городок, где буквально между улицами, метровые, двухметровые улицы. Поэтому если ремонт, то это как будто у меня тут в доме ремонт. И это все время, часто, много этого. И понятно, что я не могу прекратить ремонты людей. И все прекратили ремонт. То есть я не могу это остановить своей волей. То есть либо переезжай оттуда, либо если ты живешь там, то как-то находи способы взаимодействия с этим. Ну и вот собственно для меня это было тоже вот такое практическое применение, в общем-то, наших методов. А как я могу оставаться с этим, но чтобы это меня не выводило из себя, вот что называется. Потому что это в любом случае неприятно. То есть это звук не становится. Звук этой дрели, пилы или чего-нибудь там делают, он не становится для меня приятным ни на мгновение, пока я с этим остаюсь. Но вопрос как я? Я схлопываюсь в этом? Я закрываюсь в этом? Или я могу как бы дышать? Вот то, что сейчас Лариса сказала, через дыхание открылось. Могу ли я с этим дышать? Могу ли я в этом дышать? Могу ли я по-прежнему быть живым в этом? Вот в чем здесь вопрос. И здесь у меня как раз вот собственно такое вот обращение, то, что это делает практика, вот это собственно вопрошение. Она открывает нас, да? Она открывает такому восприятию, к такому вот именно восприятию, когда я обращаю. А как это? Что? Какие там есть там нюансы? Что тут есть живого вообще? И там может обнажиться разное. То есть вот сегодня Ларис обнажил дыхание. Я могу начать слышать в этих в этих неприятных для меня звуках дрели там этой какие-то не знаю там переливы какую-то вибрацию воспринимать этого. То есть перейти в какой-то другой режим сосуществования с этим. Который как бы выйдет из из рамок для меня вот какого-то однозначно неприятного. Он становится каким-то более объемным. Он вот трансцендируется. Но я думаю, что у каждого есть такой опыт когда вы что-то переживали неприятное потом проходили проходя как бы сквозь это вы понимали как переживали что это невозможно просто уложить в простую схему приятное это или неприятное. Что оно как-то больше этой дихотомии. И вот мне кажется в этом есть задача духовных практик. То с чего я сегодня начал трансцендирование в том, что мы можем это объединить выйти из этой жесткой схемы приятное это то, что я хватаю неприятное это то от чего я убегаю так или иначе чего я избегаю. Вот если убежать не удается если это просто часть жизни могу ли я продолжать здесь жить в этом быть живым здесь оставаться живым мне тогда надо как-то научиться это вмещать вмещая в себе преодолевая преодолевая запрограммированность на отделение приятного неприятного и хватание приятного и отвержения неприятного как мне обместить как вот это главный вопрос мне кажется здесь вот и как раз вторая часть которую Ларису вы сказали это про вот это художественное какое-то творческое выражение это тоже ведь способ почему дзен это так важно потому что это одна из это один из практических способов опять же совладать с реальностью и вот я сегодня не вспоминал детей дети же тоже они все время что-то творят да вот вы сегодня там из палочек что-то сделали там из камушков из листиков это же детское занятие ну как дети все время делают что-то такое вот из палочек листьев и и и почему бы нам не продолжить эту детскую традицию собственно искусство инсталляции какое-то искусство вот ну как бы это форма искусства действительно мы можем из разных объектов что-то собирать и это тоже язык своего рода вот опять если мы говорим концепт концепции мы как-то помещаем описываем что-то в виде слов там да каких-то образов то это ведь тоже нас ограничивает вот только таким языком только таким способом охватывания реальности а вот любой художественный язык другой язык танца язык инсталляции инсталляции из предметов язык там каких-нибудь коллажей это тоже языки их тоже можно осваивать и это тоже способы делания реальности ну как контакта с реальностью более да как-то цельно полно и объемно как раз способ говорить с реальностью что не просто вот даже в нашей практике мы в основном все-таки про восприятие да это более может быть такое ну мы делаем что-то активно со своим восприятием но само переживание такое более пассивное я просто воспринимаю я вхожу в контакт с тем что уже есть и пытаюсь как-то себе что-то наладить такое и тогда я восприниму эту я приму эту реальность я ее охвачу обниму как будто как целиком но мы также и действующие существа в том смысле что мы делаем что-то с той самой реальностью на которой мы воспринимаем то есть камушки я на них смотрю я их воспринимаю камешки они лежат я их не трогаю руками могу потрогать могу переместить передвинуть и создать из них какую-то композицию которую опять же я создаю композицию вот они у меня тут лежат камешки на столе тоже и я лежали кучкой я могу их начать как-то раздвигать и тоже из них какой-то вот при раздвигании их в какие-то разные стороны я вижу как они создают какой-то свой рисунок уже получается какая-то картина то есть я соучаствую в действии в своем то есть я не просто пассивно воспринимаю я еще влияю и делаю но оно когда я влияю и делаю оно тут же влияет на меня на мое восприятие и вот собственно так творчество работает это такое отношение мы устанавливаем тоже форму отношений с реальностью и очень часто бывает что если мы доверяем этому процессу вот таким образом то действительно один из способов совладания с трудными например ситуациями какими-то что я могу сделать сделать я не могу остановить там войну но мне нужен какой-то диалог с ней я могу начать об этом писать я могу начать там камушки как-то раскладывать еще что-то делать рисовать что-то еще вот может быть это будет таким языком моего моего отношения с этой ситуацией на которой я ну не могу повлиять радикальным образом я могу что-то сделать в своем небольшом мире здесь мне кажется это важный такой тоже может быть канал для нас вот творческий выразительный и здесь вот как раз почему не стоит ограничивать себя уже опять же известным каналом например только писать только говорить об этом только используя слова вот если использовать камни если использовать листья ведь какой-то совершенно может быть новый образоваться канал переживания и контакта с реальностью взаимодействия с реальностью во всяком случае вот в дзян действительно в этой традиции это широко используется такое исследование изучения разных языков общения с реальностью конечно спасибо Ларис за вашу историю мне кажется она очень так в тему еще что-то у кого-то есть отклик какой-то сегодня дали скажите да доброе утро всем я у меня по поводу ну вот знакомости и незнакомости тоже когда ну у нас у нас и тоже во время медитации в моем городе была и мне подумалось ну вот именно я тоже последнее время на улице стараюсь ну не знаю сейчас пока летом не хочется быть ну мне хочется быть среди деревьев хотя бы просто в парке вот и кстати там интересно сначала мне казалось что я не смогу ну по крайней мере вечером я там точно не могу потому что там сидят компании подростков молодых людей и вот ну их я стесняюсь но если честно но вот я сейчас сяду и буду так сидеть но в общем короче говоря не знаю их соседство а утром когда там кто там в парке дворники вот дворники и те кто с собаками гуляет значит с ними как там не пройдет ну то есть если кто-то мимо пройдет но это ну как одновременно дает ну вот двое одновременно находишься учишься сочетать состояние покоя и в то же время ну поскольку я на открытом пространстве где могут появиться ну неизвестные там люди собаки и это то есть я в то же время и внимательно ну то есть это учит вот как то сочетать состояние ну там вот этого внутреннего покоя и умиротворенности и соединения с миром и в то же время внимательности но вот тоже называют алертность то есть я внимательно но я не напряжена вот а по поводу сирены вот когда она зазвучала ну это то что сначала я хотела сказать мне подумалось что вот это вот наши ну как наше отношение к чему-то знакомому вот ну я что-то я вот уверена что я что-то знаю но даже если это неприятное но допустим я знаю что с этим делать я выучила да я это выучила но где-то у меня ну тут в памяти отложилась я как бы больше не задаю этому вопросов это может сыграть ну и неприятную шутку потому что ну вот у нас допустим ну именно в моем городе опыта опыта обстрелов до у людей он то есть тревоги и тревоги да а так чтоб ну что-то реально упала но это было там пару раз всего за полтора года вот это в основном ну как больше двух раз но в основном это в области а вот именно в сам город там по моему один или два раза только прилетала и люди ну вот как я просто вот сижу смотрю ничего не ну машины понятно они как ехали так ну начинают это уху завывать машины как ехали так и едут люди тоже ну вот я конечно может быть выдумываю потому что ну я же не знаю что у людей внутри может внутренне они собираются аются все и ну как бы они да они продолжают идти как и шли то есть ну внешне ничего не меняется никто никуда там не срывается с места не бежит до прятаться то есть вроде бы кажется что все и дарируют ну хотя на самом деле я не знаю что они внутри не игнорируют может они собираются и ну становятся тоже внимательными и как бы это но мне пришла просто из-за чего мысли что мы что-то знаменем и мы больше туда не смотрим как тот куст про который там александр говорил что заяц бежит и допустим он привык он этот куст хорошо уже знает и он знает что это просто куст и больше на него как бы и не ну особо и не обращает внимание кусты в один из прекрасный день там вместо куста волк оказался ну который очень похожий на куст был но он замаскирован ну то есть визуально там краем глаза он был похож вот а заяц но не обратил внимание в результате это ну как стало плохо так и здесь ну то есть как найти сочетание между тем что ну я что-то знаю уже но в то же время помнить что там может быть что-то новое каждый момент и то же самое вот часто в отношениях с людьми бывает которых очень давно знаешь ты воспринимаешь человека но определенным образом да за многие годы и ну иногда он меняется он уже он уже поменялся а ты все еще воспринимаешь его тем ну то есть застывшие что-то в этом есть и в результате потом ну может возникнуть непонимание у меня вот с одним знакомым так и вышло потому что ну потому что вот он стал меня у нас стало нож несостыковка много очень много лет друг друга знаем и вдруг ну вот но не знаю стало возникать а потом я подумала ведь мы ну последние годы общаемся онлайн и в принципе ну я все еще воспринимаю его как того там того человека которого я знаю со студенческих времен вот а ведь он то уже другой и вот этот диссонанс у меня то что я ну как получается то что я сама не могу я не могу в нем увидеть нового потому что его образ но зато он у меня застыл и из-за этого ну не получается что то не получается нет нет контакта нет контакта потому что я контактирую с его образом старым это так то есть вот помнить ну хорошо бы помнить что в чем-то уже знакомом ну в каждый миг может проявиться какая-то грань черта что-то чего мы еще не знаем то есть знакомое незнакомой вот так но я для себя определила что все знакомо незнакомое то есть несмотря на то что я что-то ну уже знаю но функционально это мне полезно да какие-то вещи не рассматривать часами там очки прежде чем ими воспользоваться потому что тогда я не успею больше ничего сделать но и помнить что то есть не ну не забывать про вот этот вот это детское да наверное любопытство что что а что еще можно сделать с этим предметом с этой палочкой вот и с этим листиком кроме того что я уже знаю ну как то вот такой у меня отклик спасибо наталья да вот здесь ну собственно вот этот вот вопрос что это может помогать в этом да про технически вот если вот так вот как-то где-то у себя уже он на тлу откладывается внутренне только раз вот собственно для меня лично так и работает часто направляя в то что вот а что это ответственный тогда я начинаю как бы видеть вот реальный человек а вот мой образ про него вот моя история связанная с ним а вот он реальный вот это одновременно существует дальше уже как я дальше окей мы вот тем мы дальше пойдем и вот я еще хоть тоже на эту тему медитации в разных условиях здесь тоже может быть важная такая интересная область исследования и сейчас действительно пока мы пока лето пока это возможно это может быть интересная область экспериментов и исследований поэтому я дальше ну не сегодня просто уже я к себе поставил такую отметку что об этом надо будет поговорить так что может ну и и вам я рекомендую кто может вносить хотя бы часть практики если не той которую мы сейчас занимаемся в эти наши часы совместной практики то просто вот во время прогулки где-то или просто посидеть где-то там три минуты остановиться и постоять посидеть в каких-то условиях непривычных необычных это может быть важной такой частью общей общего пути владимир скажите и на этом будем завершить сегодня да ну я хочу сказать о том что происходит у меня в практике вот например ну вопрос я к нему вернулся и я был давал время от времени суда и до ретрита практики и яркости и чистота присутствия и действительно вот на основе я начинаю видеть человека который передо мной дело которое я делаю тема проекции она чуть-чуть рассеивается да каким образом ну потом я снова возвращаюсь к обыденным блуждающим мыслям да хотя вот это вот постоянное пометование оно помогает ну и на самом деле сангха и ретрит дать ему нужно чтобы вот это вот чувство обострять вот то что касается медитации в разных местах то я постоянно где-нибудь сижу да в очень неудобных местах иногда это кафе, ресторан, площадь или там метро да значит да поэтому ну это действительно достаточно полезно не только для себя но и для других чувствующих существ вот у меня были разные смешные и не очень смешные ситуации когда я медитировал и ко мне подходили там разные люди там от подростков до пьяных мужиков я однажды я медитировал на ратушной площади в городе Таллин и там ко мне пришли общинные там выяснили что я делаю мы с ними хорошо посидели вот а то что касается здесь сейчас то ну действительно что бы не летел у тебя за окном дрон, ракеты там или я не знаю что плохие из новости о том что то вот присутствие и вот даже этот вопрос он помогает потому что еще помимо всего прочего мы же есть опасности реальные да там воздушная тревога но есть и то что а в медийном пространстве много там как сказать нет ума на войны да ну мы мы же продолжаем бомбардировать друг друга всякими там информационными сообщениями да я помню лариса как вы там переживали по поводу там последствий да того что произошло так сказать после разлива после катастрофы на после удара по 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 плотине да и все украинское общество тоже переживало покупала и ожидали ядерного удара россии по украине ну неважно может быть и произойдет но мы же пугаем себя и нас пугает и мы пугаем там будущее которое может наступить а может не наступить и внимательно смотри свои реакции на новости как-то двигаться дальше вот про настоять про режим настоящего режим прошлого когда я там серьезно занимался кунг-фу у меня был преподаватель китайский который говорил ну вот ты конечно же тебе нужно много раз повторять прием любой для того чтобы его освоить чтобы он вошел в тебя но потом ты все эти приемы которые повторяются тысячи раз там удар стойка долго стоишь стойка когда ты выходишь даже не на поединок а ты делаешь даже форму ты это как бы забываешь и тогда не ты не знаешь о том что происходит и твой противник не знает что о том что происходит это как бы возникает из пустоты и тем не менее если несмотря на то что там люди читают и буддийские сутры и там священное писание там много там тысяч раз но если не терять в этом свежести присутствие тогда это тогда вот эти вот два режима что ли совмещаются и мы мы не можем уйти от прошлого от истории от своих кармических линий наверное да напряжение в моем силе которое с которыми я сталкиваюсь когда я делаю там предварительную практику шамадху они же являются результатом моей там всей моей линии а также вселенной в каждый данный момент и я от этого не убегу даже если я буду жить пытаться жить в моменте настоящем да но только переваривая это принимая это и сохраняя вот этот вот режим присутствия мы можем пережить что-то большее вот я как-то потерял нить поэтому проповедуется да остапа понесет и так далее здесь двух боливар не вынесет двоих преподавателей спасибо спасибо Владимир да вот важно здесь было про ваше речи про эти новости и что действительно есть события они как бы реально они реально эти события и есть наша реакция на них вот кажется здесь вот очень важно что в нашей практике мы обращаем внимание на то и на другое вот есть события и есть моя реакция и и есть я который видит одновременно это и и события и свою реакцию на нее то есть здесь происходит смещение некоторое самого самой точки идентичности что ли да вот изнутри реакции включение реакции в большую картину тогда мы можем уже взаимодействовать одновременно и с событием и со своей реакцией окей мы в это пойдем дальше давайте я сейчас прочитаю что мы написали и на этом сегодня завершу я написал раз два три четыре пять две птицы прочертили небо небо третье взгляд мой четвертое сердце пятое раз два три четыре пять кто не спрятался я не виноват Владимир вопрос как ключ открывающий дверь в подлинный дом как меч манджушри освобождающий от блуждающих мыслей и экрана слов блудный сын вернулся после долгого пути в отцовский дом сколько хлама в этих подвалах обрывки мыслей и снов застывшие чувства обиды и гнев куски фильмов и прочий ссор это трое бесконечен может смыть это разом завидую гераклу сквозь грохот и шум проступила тишина летний дождь смыл начинающую желтеть лист листву Маша животворить мир не в этом ли мое подобие тебе видеть знаемое как неизвестное живое новое что это окей спасибо за встречу можем еще здесь есть открыть окошки посмотреть спасибо до следующих встреч пока до встречи Продолжение следует...